Аудит сайта сделан на Elementor WordPress моей ученицы, прошедший курс мини-сериал про Elementor Pro на моем канале. Меня зовут Федор Васильев и подробности в этом видео. Сейчас перед вами сайт. Я хочу сделать небольшой аудит данного сайта. Например, человек прошел мой мини-сериал, и я должен на явные ошибки указать обязательно. Я не буду детально анализировать сайт, например, анализ текста и так далее, потому что это уже глубокий анализ. Сайт надо размещать где-нибудь в Яндекс.Директе, смотреть, как он работает, этот текст, подбирать, менять. Это все долго. Я хочу указать именно на явные ошибки новичков. Здесь, на этом сайте, они присутствуют. Обязательно их надо исправлять. Вроде кажется, где-то будет мелочь, но эти мелочи накапливаются на всем сайте. И в итоге сайт выглядит очень сильно непрофессионально. А это нужно обязательно устранять. И прежде чем я начну рассказывать, что здесь не так на этом сайте, хочу сказать для тех, кто не знает. Если вы сомневаетесь или у вас нет времени, вы всегда сможете заказать сайт у меня, позвонив мне бесплатно по телефону, который вы сейчас видите у себя на экранах, через приложение Viber или WhatsApp. Звоните и давайте обсудим ваш проект. А я возвращаюсь к теме видео. И давайте я начну с самого верха рассказывать то, что здесь абсолютно неприемлемо. Первое. Кажется, что сайт, может быть, просто не до конца сделан, просто не успели его сделать. Но все равно я записываю это видео, я скажу обо всем, то, что сразу вижу, то, что нужно исправлять. Первое. Обратите внимание на тайтл сайта. Стоит стандартный WordPress, еще один сайт на WordPress. Ни в коем случае заголовок SEO title срочно исправляйте на свой заголовок в админке сайта. Это в WordPress меняется. Хочу сказать, что да, возможно, я не все осветил в мини-сериале. Действительно не все о том, о чем скажу сейчас. Но вы сможете найти в интернете информацию. Это тоже надо исправить. Смотрите, смотрим сюда. У вашего сайта нет протокола защищенного SSL сертификата. Так оставлять уже нельзя. В наше время, в 2020 году SSL надо обязательно покупать и устанавливать. Информации в интернете много на WordPress, как это сделать. К сожалению, у меня пока таких уроков нет. Если вы поторопитесь, то можете найти информацию. Это несложно на WordPress организовать. То есть вот это надо обязательно убирать. Не защищено. Видите, написано. Обязательно ставим SSL. То есть вот сейчас мой сайт. Видите, как выглядит зеленый такой замочек должен быть вот здесь. Безопасное подключение должно быть вот так. Теперь про шапку поговорим. Сразу тоже частично затронем дизайн. Вот что явно бросается мне в глаза, это оцентровка. Смотрите, я бы оцентровал менюшку относительно социальных кнопок WhatsApp и Instagram. Телефон тоже оцентровываем. Это можно сделать в Elementor, я точно знаю. И обязательно делаем телефон кликабельный. Так оставлять никак нельзя ни в коем случае, чтобы можно было пальцем кликнуть через телефон. Человек зашел со смартфона, кликнул пальцем по телефону и открывается сразу либо SMS-ку отправить, либо набор номера. Обязательно исправляем конверсию увеличится вашего сайта. То есть оцентровываем его относительно иконок и делаем кликабельный. Я уже сейчас точно не помню, но по-моему есть у меня такой урок здесь, как это сделать. В любом случае есть точный урок про Elementor Pro, как сделать телефон кликабельным. Теперь иконки. Я говорил про продающую шапку. WhatsApp вы разместили, Instagram здесь никак не к чему вообще. Это ссылка, отсылка идет сразу с шапки сайта, переводя человека вас с вашего сайта в Instagram. Никак нельзя делать здесь это. Instagram у вас внизу, он есть вот здесь, внизу пускай будет. Здесь добавляйте Viber обязательно. Если Viber нет на телефоне, ставьте, потому что люди пользуются и Viber и WhatsApp. Это тоже важно, тоже замените это все. По шапке больше, в принципе, сказать ничего не могу. Нету дескрипта еще бы здесь повесить сразу, чтобы человек понимал. Емкое описание, чтобы человек сразу знал, где он находится. Дескрипт называется, да, и об этом я, по-моему, тоже говорил. Но это такое не сильное критерий, не сильная ошибка по поводу дескрипта. Дальше. Теперь экран сайта. По поводу текста я ничего говорить не буду, как я уже сказал, это надо анализировать. Единственное, что вот я сразу вижу, вот этот текст, он плохо читается. Здесь что-то надо делать. Либо бэкграунд затемнять еще сильнее, либо подложку какую-то. То есть заголовок норм, а вот с этим текстом читается... Ну, здесь такой спорный вопрос, но я думаю, что как-то он не очень так читается. В общем, поиграться надо. Поиграться с цветом, с заливкой заднего фона, вот overlay, именно, да, затемнение вот это. Дальше никаких больше по первому здесь экрану, у меня нет замечаний. В принципе, нормально все. Дальше. Вот здесь вот два блока сразу, да. Вот сразу, как правило, запоминайте все. Если у вас стандартный вот такой вот лендинг, он по сути стандартный, да. Вот эти отступы внутренние сверху до первого блока текста или картинки и снизу должны быть одинаковые абсолютно на всех блоках. Ну, понятно, что здесь у вас первый экран, здесь отступ может быть вот такой большой, но вот дальше идут блоки, вот здесь вот отступы должны быть одинаковые. И вот здесь сразу сначала думал, здесь что-то не так, да. Здесь идет, смотрите, всем привет, меня зовут Вера Луценко, и ваша фотография ниже. Вот фотографию я бы в этот экран вставил, на две колонки бы разделил, надо здесь это сделать, я считаю. Вот. Потом, вот видите, чем я могу вам помочь, здесь тоже, видите, как прилипает, никак нельзя так оставлять. Должен быть воздух на сайте. Вот, скажем, у вас на втором экране, видите, как много места, то есть сверху текста и снизу с текста. А здесь прям прилипает. Почему так? То есть текст надо делать такой же, то есть отступ такой же. Снизу тоже отступа нет. Фотографию, если такую оставляете, смотрите, ну вот грубейшее нарушение снизу, нельзя такой отступ оставлять. В элементаре можно это убрать, чтобы вы были как будто бы за вот этим блоком. То есть вот яркий пример у меня, да, мой сайт. Понятно, что у меня не WordPress, но это можно сделать в элементаре. У меня тоже такая фотография, я как будто бы стою за блоком. Видите, я просто, картинка прилипает, там нет отступов ко второму блоку. Вот надо сделать так же обязательно на вашем сайте. Да, я про шапку говорил, еще вот про фавиконку. Нету фавиконки, брендировать надо сайт максимально. Самое главное не сказал, кстати, про шапку. Логотип, логотипа нет. Обязательно должен быть логотип, нужно брендировать все и вся на своем сайте. Придумать, нарисовать, создать в фотошопе, заказать там у фриланса еще где-то. Логотип обязательно должен быть здесь, в левом углу. То есть вот, скажем, у меня вот есть мой логотип, у вас тоже должен быть здесь логотип обязательно. забыл про это сказать а соответственно этот логотип уменьшенная копия фавиконка вот здесь в браузере да должна быть у вас не задано вообще фавиконка ладно возвращаюсь дальше здесь еще помимо того что фотографии как бы не прилегает до книжных нижней границы экрана проработать надо задний фон ну белый серый такой ну скучно надо что-то поинтереснее темный текст здесь вот на этом фоне как-то не так то есть тут белые и тут такой вот сразу серый какой-то яркий то есть первый экран у вас скажем яркий такой по сути да интересный за счет заднего бэкграунда а вот тут уже не неинтересный бэкграунд надо просто заменить что-то поинтереснее вот смотрите почему так здесь отступа нет а вот здесь ухо ступ хороший так по этому блоку здесь со ступами все нормально здесь я бы вот что сказал с цветом тоже норм то есть соотношение иконки заголовочки текст читается нормально здесь знаете что иконки на одном уровне должны быть и заголовки видите идет какой заголовок здесь а здесь он ниже иконкой вот это ниже эта иконка выше и практически везде это наблюдается надо выровнять это обязательно но смотрится некрасиво и вот некоторые моменты мне тоже непонятно вот это сначала я не понял стоимость моих услуг он как-то здесь не вписывается в этом экране а потом я смотрю ниже создание лендингов идут цена то есть получается этот заголовок он относится как бы к этим текстом а почему этот заголовок не на этом экране его надо отсюда убрать и поместить вот сюда на вот этот экран сзади где у вас картинка до больше здесь принципе по этому крану замечаний нет но здесь все в принципе более менее вот этот заголовок его суда надо обязательно и вот тут совсем не непонятно портфолио на целом экране на белом вот эти картинки сайты портфолио тоже разделенной какой-то линии непонятно вот чтобы я сделал да то есть один общий бэкграунд как у вас вот здесь вот сделано общая картинка портфолио слова суда рядом с этими картинками вот этими фотографиями ваших работ сайтов эти сайты крупнее вот эти картинки сделать крупнее здесь надо пускай они так 4 штуки крупнее вот и если вы прям черный шрифт используйте прям черный черный цвет на шрифте черный цвет мы не используем избегаем темный темный серый может быть ближе к черному но не прям черный ну потому что этот цвет он такой не знаю какой-то мрачный прям но не знаю он режет мне кажется глаз это может быть придирка вот скажем как здесь у вас портфолио ведь как смотрится вот он никак не напрягает об смотрите он серого цвета да а здесь он прям черный в общем здесь тоже со шрифтами я уж смотреть не стал пляшут не пляшут то есть везде один шрифт должен быть у вас то есть если шрифт например ирил везде ирил только стилистика может быть разным заголовков например ирил там болт жирный да ирил обычный ирил там например или это робота буковки там штанки если у вас там три шрифта разных используется там тут например робота ирил тут робота здесь тут вообще какой-то другой шрифт размер шрифта тоже старайтесь выдерживать один то есть вот эти заголовки вот с этими должны быть одного размера вот эти заголовки вот с этими вроде они одного размера до соответственно тоже вот это заголовок вот с этим заголовком одного размера ну и подвал тоже оцентровка относительно иконок вот этот текст относительно этих иконок здесь мы уже три иконки будет то есть вайбер ватсап инстаграм телефон тоже кликабельный делайте это же центруйте относительно иконок в колонке элемент ртом можно центровать вот это все надо центровать про компьютерную версию самые явные нарушения которые я увидел вроде бы я рассказал давайте посмотрим мобильную версию мобильная шапка не настроена настраивайте здесь это вот меню то есть иконки надо сделать нормально в один так сказать ряд в остальном здесь ну понятно картинка здесь не прижимается тоже к нижней границе более-менее в остальном мобильная версия здесь есть и несколько слов скажу о скорости загрузки сайта через page speed inside ваш сайт я проверил для компьютера ну нормально в принципе для мобильных слабовато но я сразу хочу сказать не надо слишком сильно после этого видео оперировать page speed инсайдом и мучить свой сайт так чтобы здесь показатель увеличить просто скажу несколько моментов которые надо учесть просто их учтите и не смотрите на эти показатели потому что все конструкторы элементарь и другие конструкторы вся вот эта удобность простота создания сайтов на конструкторе обычными людьми обратная сторона медали вот этой простоты это тяжелые сайты здесь ничего с этим не сделаешь вы не сможете элементарь оптимизировать на сто процентов для мобилы для компьютера это очень сложно сделать то есть даже я вот не знаю используете ли вы на wordpress какие-то плагины которые ускоряют сайт дошли будь использовать все равно скорость сильно не прибавится единственно нужно сделать мероприятие на сайте обязательные и этого будет достаточно то есть для мобильного телефона для смартфона с 3g интернетом сайт будет долго открываться и самое главное что сделать для мобильный телефон для мобильной версии сайт уберите бэкграунда они здесь не нужны вообще никто на них смотреть не будет они как раз дают вес вот этот бэкграунда вот это по моему тоже картинка или это просто у вас идет градиент по моему но себя можно оставить а вот бэкграунды вот эти все у вас мобильная версия должна быть как книжка без иллюстрации по сути да пускай это будет некрасиво но на мобильной версии никто красоты это не видит скажем как на компьютере вот тогда зато у вас будет быстрая мобильная версия сайта насколько я помню я сейчас уже подзабыл по моему можно в элементаре на мобильном устройстве до отключать бэкграунды чтобы то есть на компьютере на планшете отображались задние планы а на мобилке отключались то есть посмотрите это если есть там возможности в элементаре отключите соответственно я не знаю иконки вот это это картинки я просто не знаю вы оптимизировали их или нет если нет их придется там заменить оптимизирует через каким сервисы ужать их не размер в том числе и вашу фотографию нужно будет ужать если вы этого не сделали если сделали то как бы оставляем как есть единственно останется убрать вот эти бэкграунды на мобильной версии сайта это все что я бы сказал по поводу вот этой оптимизации скорости если вы не используете плагин по ускорению сайта то используйте тоже как в дополнение я об этом в мини-сериале говорил это был краткий аудит для веры луценко если вы все примените мои замечания ваш сайт станет гораздо лучше удачи и успехов вам всего хорошего и соответственно всем другим людям кто будет смотреть это видео вам сразу на заметку что вы уже сразу исправили это на корню если вы только начинаете свой путь с элементар и wordpress